Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительный итог. Что мы имеем на торговых графиках? Европейская валюта в ходе интенсивного нисходящего движения опустилась в район значения 1.1263, где возникла остановка и как результат технический откат по направлению ранее пройденного уровня 1.14. С учетом ослабления евро более чем на 300 пунктов с начала ноября, текущий откат – это малая часть возможной коррекции. Несмотря на локальную смену торговых интересов, на рынке как и прежде сохраняется нисходящий цикл от начала июня. Тем самым уровень 1.14 вполне может сыграть роль сопротивления, в районе которого возможен рост объема коротких позиций. Что в итоге приведет к обновлению локального минимума нисходящего нашего цикла. Валютная пара фунт-доллар с начала ноября продемонстрировала практически аналогичный настрой. В качестве точки опоры на пути продавцовых цикла район 1.13350-1.134, относительно которого возник коррекционный ход. С учетом ослабления фунта стерлинга в период с июня по ноябрь действующая коррекция укладывается в тактовую составляющую нисходящего тренда. Коррекция по-прежнему актуальна. В качестве сопротивления трейдер рассматривают район 1.13570-1.136, где в то же время имеется переплетение с уровнем Fibonacci 23.6. Что касается нашего нисходящего цикла, то здесь в среднесрочной перспективе рассматривается естественное восстановление относительно восходящего тренда 2020 года. Валютная пара доллар-канадского доллара в ходе коррекционного движения от района опоры 1.2250-1.2350 достигла важного уровня сопротивления 1.26, где на закономерной основе возникло сокращение объема длинных позиций. Так вот, стабильное удержание цены ниже данного уровня увеличивает шансы продавцов на возобновление нисходящего цикла. В случае совпадения ожиданий вполне может возникнуть обратный ход примерно на 100 пунктов, то есть куда-то в район с значением 1.25. На сегодня у нас все. Всем удачи, хороших выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok